Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Каждый день я и мои коллеги рассказываем вам о главных происшествиях области и города. В студии Татьяна Караханова. Смотрите в нашем выпуске. Не перешел дорогу, как в Калининграде гибнут пешеходы. Между ними неоднократно возникали ссоры и ранее он уже также поднимал руку на сожительницу. Убил новорожденную. Житель Узбекистана обвиняется в смерти двухмесячной дочери. 1 апреля открыта навигация на мутно-ходных путях. На морских путях она и не закрывалась. Она в кругу годичная. Чудом остались в живых. В Балтийском море перевернулась лодка с рыбаками. Погибнуть на пешеходном переходе в Калининграде около Королевских ворот фура насмерть сбила мужчину. 200 метров грузовик тащил человека по дороге. Остановить водителя удалось только на выезде к поселку Васильково. Эксклюзивные кадры в первом материале нашего выпуска. А что ж никто не выпрыгнул с машины, не догнал и не сказал? Ты с человеком был вообще. А кому же я на того догадываю? Ты его там зацепил, его увидели. Чем я его зацепил? Прицепом. Авария произошла на перекрестке Литовского вала и улицы Гагарина. Мужчина, переходивший дорогу по пешеходному переходу, был сбит грузовым автомобилем Рено. По словам очевидцев, фура зацепила мужчину и протащила его 200 метров по улице Гагарина. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Сам водитель грузовика виновным себя не считает. Видеть я никого здесь не видел. Я строго-настрого за автобусом шел. 159-й автобус оттуда повернул, загорелся зеленый свет, передо мной два микроавтобуса стояла. Все. Они тронулись и я за ними. Пешеходов в этот момент вообще никаких никого не было. Об аварии мужчина узнал лишь от полицейских, которые догнали его на выезде к поселку Васильково. Весть о том, что по его вине погиб человек, мужчину привела в состояние шока. С вашей фуры выпал человек. Как он мог, откуда он взялся? Он что, в фуре сидел, что ли? Я не видел никаких. Я думал, что вот там, а как он мог тут выпасть с фуры? Я бы видел бы, я в зеркала смотрю строго-настрого. Тут, знаете, как несутся. Зачем мне на себя наговаривать, брать что-то или что? Я не знаю. И больше я ничего не могу сказать вам. Что я могу сказать по поводу этого, если я не совершал это? Сейчас на месте ДТП работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Татьяна Караханова, Максим Корничук. Специально для места происшествия. Шокирующее убийство в Калининграде потрясло всю общественность. Житель Республики Узбекистан убил своего двухмесячного младенца. Похожее преступление на прошлой неделе было раскрыто в Брянске. Вся страна следила, как сотни волонтеров и полицейские искали девятимесячную девочку. Но, как стало позже известно, к тому времени ребенок был уже мертв. Причем по вине своего отца. Виновного в смерти калининградского младенца нашли практически сразу. Сейчас он дает показания. Убийство произошло в этом доме по улице Чувашской. В квартире номер 45 между супругами разгорела сильная ссора. 24-летний мужчина начал избивать гражданскую жену. На руках в тот момент женщина держала двухмесячного ребенка. Очередной удар ногой угодил в голову младенца. Мужчину задержали по горячим следам. Свою вину он не признает. По его мнению, все вышло случайно. Известно о том, что подозреваемые вместе с гражданской супругой прожили около года. Между ними неоднократно возникали ссоры. И ранее он уже также поднимал руку на сожительницу. После случившегося жена задержанного сама привезла ребенка в больницу. Не оставив никаких данных, она скрылась. Спасти младенца врачам не удалось. Действительно факт обращения был в детскую областную больницу с двухмесячным тяжелым ребенком. Точнее, ребенка с тяжелой чрезвенно-мозговой травмой, к сожалению, несовместимой с жизнью. И в настоящий момент проводятся следственные действия. Вот они даст полную исчерпывающую информацию. По отношению к отцу погибшего младенца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка». За это особо тяжкое преступление. Ему сейчас грозит пожизненное заключение. Татьяна Караханова, Полина Чуванова, Дмитрий Сметанин. Специально для места происшествия. Зима вернулась в Балтийском море. Из-за шторма перевернулась лодка с рыбаками. Мужчины едва не погибли. От смерти их спасла защитная одежда. В Балтийске рыбаки отправились на лов салаки и балтийского лосося. Шторм не испугал любителей экстремальной рыбалки. Несмотря на сильные волны, моторная лодка вышла в акваторию. Из-за сильных порывов ветра судно перевернулось, и рыбаки оказались в воде. Но благодаря тому, что на людях были спасательные жилеты и теплая одежда, они не погибли от перехлаждения и не утонули. Отметим, что по данным синоптиков Калининградской области, особенно в акватории Балтийского моря, сохраняется сильный ветер. 1 апреля открыта навигация на внутренних водных путях. На морских путях она и не закрывалась, она круглогодичная. Но продолжают маломерщики выходить на воду, помня о том, что с 20 апреля запрет на рыбную ловлю. Хочется, соскучились по воде. Не учитывая реальную погоду, которая сейчас у нас имеет место быть. Настовая погода, снег, плохая видимость, сильный ветер. Каждый год в этот период времени у нас происходят различные аварийные ситуации. Поэтому самое важное сейчас в настоящем период времени не выходить на воду. 13 лет строгого режима за смерть пенсионера. 22-летний, житель Советска, приговорен в жесткой мере наказания за свои преступления. Даже находясь под стражей, он умудрился нанести увечья к инвоиру. 13 лет в колонии строгого режима проведет Александр Лазарев, который признан виновным в убийстве 63-летнего жителя Советска. Напомним, в ночь на 13 октября 2011 года между Лазаревым и прохожим вспыхнула ссора. Александр сначала толкнул пожилого человека, затем схватил валявшуюся поблизости металлическую трубу и нанес ею около 20 ударов по голове. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Но на этом преступления Лазарева не закончились. Уже находясь под стражей, он уновь воспользовался своим излюбленным способом нападения. Но только на этот раз 22-летний преступник от души приложился к голове одного из конвоиров, а после сбежал. Патруль госавтоинспекции удачно остановил такси, на котором подозреваемый вместе с подругой пытался выбраться из города. С учетом полученного опыта конвойные теперь тщательно оберегают собственные головы. И преступник благополучно остался за решеткой вплоть до приговора Советского городского суда. А теперь пришло время нашей постоянной рубрики «Розыск». Внимание! В Калининграде разыскивается 77-летняя пенсионерка. Еще в марте женщина вышла из дома и до сих пор ее судьбе ничего не известно. Родные и близкие разыскивают пропавшую. Всем внимание на экран. В Калининграде объявлена в розыск Анна Федоровна Черкашина. Пожилая женщина 6 марта вышла из дома на улице Чернышевского и до сих пор не вернулась. Приметы. Возраст на вид 70 лет, рост около 140 сантиметров, худощавое телосложение. Лицо европейского типа, глаза серые, прямые седые волосы. Было одето в две шапки, кофту, свитер, крепленовое платье с горизонтальными полосками, сапоги из черной ткани. Если вам что-либо известно о местонахождении Анны Федоровны, звоните в нашу редакцию по телефону 91-9404 или в полицию по номерам, которые вы видите на своих экранах. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если именно вы стали свидетелем какого-либо происшествия или сами попали в беду, звоните в нашу редакцию по телефону 91-9404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакам.ру Также все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем обновленном сайте www.3w1городско.ру С вами была Татьяна Караханова. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова